салам алейкум в одном из предыдущих уроков я показывал о проблемах синхронизации именно со звуком 44 килогерц решение этой проблемы является вот такой вот приемчик вы смотрите у нас есть вот материал который не синхронизируется его выделяют целиком раз в активную секвенцию я нажимаю синхронизацию и сейчас мы посмотрим на результаты я вам покажу прием как можно решить эту проблему сейчас мы делаем синхронизацию с учетом трех параметров да это звук рек тайм и тайм код вот так как xml файлов у нас не имеется то есть от этой камеры которую я сейчас синхронизирую xml файлов нет поэтому соответственно данные тайм кода отсутствует и потом кода синхронизации никакой происходить не будет но совместно с этими отсутствующими данными то есть когда вы устанавливаете синхронизацию по звуку при этом ставите галочки тайм код и рейк тайм он считывая эти данные уже размещает файлы то есть в очередном первоочередном порядке он размещает файлы по рек тайму потом по тайм коду а потом уже делать коррекцию по звуку так вот когда он изначально размещает файлы по тайм коду и по звуку и если в этих файлах тайм кода нет то файлы уже будут находиться не на своем месте и соответственно синхронизация по звуку ничего не решит то есть ничего хорошего в результате вы не получите вот и если в файлах нет тайм кода но если вы хотите синхронизировать исключительно по звуку не взирая на рек тайм и тайм код да вы не все файлы сможете синхронизировать как это происходит плевалась и но тем не менее какая-то синхронизация уже состоится и вот сейчас как раз вот эта проблема и произойдет вы увидите что наши файлы не будут синхронизированы так как надо так вот мы с вами получили не очень хороший результат то есть здесь к никакой синхронизации нету а теперь я удаляю тут лишние дорожки и лишние файлы давайте сделаем так секвенцию тоже добавил синхронизацию теперь смотрите то есть когда в файлах нет тайм кода и вы знаете что у вас нет xml файла или вы забыли про тайм код то вы можете воспользоваться синхронизация исключительно по звуку то есть как только что я уже говорил если вы включите синхронизацию по звуку вместе с этим оставите две галочки рек тайм и тайм код то сначала при синхронизация будет проходить по вот этим двум параметрам а потом уже поправка будет идти по звуку сейчас мы с вами так как тайм кода рек тайма файлов нет xml файлов у меня тоже нет я отключаю эти два параметра и сейчас у нас синхронизация будет проходить исключительно по звуку то есть в прошлом уроке я указывал на проблему синхронизации и ссылался на то что возможно частота дискретизации звука у нас не позволяет правильно синхронизировать по звуку ну вот сейчас я признаю ошибку и вам говорю что со звуком другой частоты никакой проблемы нет не обязательно писать 48 килогерц оказывается проблема оказалась в том что файлах просто не присутствовали рек тайм и тайм код и вы сейчас увидите что по звуку вот с этой дискретизации с этой частотой никакой проблемы с синхронизации нет то есть сейчас нам он отсинхронизирует все так как положено но то есть вы можете синхронизация в идиусе пользоваться также как синхронизации в плюролайсе там синхронизация идет исключительно по звуку никакого рек тайма тайм код там не учитывается и вот сейчас мы именно этот прием и применяем синхронизируем исключительно по звуку конечно не все файлы будут засинхронены и сейчас вы увидите табличку с теми файлами которые не синхронизированы вот у нас появилась табличка с не синхронизированными файлами все остальные файлы находятся на своих местах то есть здесь синхронизации все хорошо то есть по звуку они синхронизированы идеально хотите проверить давайте вторую камеру ключи вот все вот решение проблем то есть зачастую при установке определенных параметров до синхронизации мы с вами их не меняем и я обычно точно тоже так и делаю когда я монтирую собственные съемки то есть я обязательно всех проверяет тайм-код и у всех операторов моих всегда включен тайм-код и я эти галочки практически никогда не снимаю но бывают вот случаи когда вы хотите засинхронизировать и если вы эти галочки не уберете то вы не получите синхронизацию именно в идиусе да возможно вы сделаете эту синхронизацию где-то там другой программе но в идиусе не получится поэтому здесь очень важно понимать как вы хотите если в файлах есть тайм-код устанавливать и убегал очки если в файлах тайм-кода нету то есть вы даже можете проверить вот так правой кнопкой мультиком синг новую секвенцию установить синхронизацию по тайм-коду и проверить есть синхронизация по тайм-коду или нет видите все слито воедино значит тайм-кода нету файлах и получается что вам нужно будет синхронизировать исключительно по звуку потому что если вы эти две галочки оставите то у вас синхронизация не пройдет вот поэтому если тайм-кода нет обязательно снимайте две галочки синхронизируйте исключительно по звуку все вот об этой ошибке собственно я с вами и хотел поделиться если у вас есть какие-то вопросы задавайте пишите комментариях всем спасибо большое за просмотр